Этот большой праздник в Морском культурном центре под названием «От сердца к сердцу» уже стал новороссийской традицией. Он приурочен к Международному дню инвалидов, отмечаемому мировой общественностью ежегодно 3 декабря. В торжественном зале собрались люди, на чью долю выпало жить с ограниченными возможностями здоровья. У каждого из них своя трагедия и ежедневное ее преодоление. Инвалидность как рог, как судьба. Кто-то с детства имеет инвалидность, кто-то получил в процессе тяжелого труда. У кого-то в жизни случился рог, какая-то авария. Кто-то защищал нашу родину, нас с вами инвалидность получил на войне. И все это абсолютно не важно где и когда. Важно, что человек сталкивается с бедой и с пониманием, что жить теперь нужно по-другому. Вы просто поражаетесь своими победами абсолютно во всех отраслях. 8 общественных организаций, работающих в городе. Ведете огромную работу. Сегодняшний полный зал – это тоже ваша заслуга. Участвуйте в грантах, организовываете мероприятия, посещаете на дому. Делаете очень и очень много. Особое спасибо хочу сказать руководителям этих организаций, которые взяли на себя ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые сплотились вместе, которые объединены одной идеей, одной бедой, одним творчеством. 17 тысяч новороссийцев вынуждены встречать каждый новый день как испытание на прочность. В борьбе с тем или иным недугом. Сильные духом, но ограниченные возможностями здоровья, они, конечно же, нуждаются в понимании и поддержке всего нашего общества. Деденка Дарья Александровна. Весной 2018 года Дарья участвовала в первом эксклюзивном фестивале «Школьная краса-2018» в городе Новороссийске. По итогам вышла в финал, который состоялся в городе Москве. Многие новороссийские инвалиды проявляют безграничную волю к жизни и победам во всех ее сферах. Зачастую они являются примером мужества и целеустремленности для здоровых людей. Надо отметить, что в нашем городе людям с ограниченными возможностями здоровья на должном уровне оказывается социальная, психологическая, юридическая и чисто человеческая помощь. Новороссийск в тройке городов-лидеров по реализации целевой программы «Доступная среда», что дает возможность всем сидящим в зале жить более полной и активной жизнью. Они же, в свою очередь, в долгу не остаются и являются гордостью города-героя Новороссийска. Вы всегда поражали всех своей жадной жизнью, мужеством, целеустремленностью и, самое главное, всегда наслаждающейся жизнью. Вы действительно достигаете больших успехов и приносите не только радость и удовлетворение самим себе, вы приносите радость, прежде всего, конечно, вашим близким. Вы с удивлением смотрите на тех людей, которые имеют вроде бы все, ну, как-то прожигают жизнь. Кто-то наркотик, кто-то пьянство, кто-то просто тунеядец, без денег и так далее. Если бы все люди имели такие же качества, которые есть у вас, это, прежде всего, жизнелюбие, желание создать что-то, созидать, конечно, и наше общество Новороссийское, да, в принципе, вся Россия выглядела совершенно по-другому, более красивой, мощной, целеустремленной. В этот торжественный день чествовали спортсменов, поэтов, художников, победителей всероссийских, краевых и городских творческих фестивалей, спортивных соревнований. Каждый из них занимается своим, полюбившимся делом, но всех объединяет одно – активная жизненная позиция. Имея своих семерых идей, взяла на воспитание приемных. Сегодня семья воспитала 22 ребенка. В зале царила удивительно добрая и жизнерадостная атмосфера. Люди, знающие истинную цену каждого вздоха и движения, прочувствовавшие на себе, как непросто развивать свои способности и таланты, вопреки возможностям здоровья, все они умеют по-настоящему радоваться успехам других, не сдерживая чувств и эмоций. А лето, свето, небо, огромные и сирене, а лето, свето, солнце, золото, вожживание, а лето, свето, и небы, зеленые и красивые, а лето, свето, и счастье, почти уловимое. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.